Девушки отдыхают Вот, и я видел, да, что в комментариях была просьба, да, разобрать бой Хауса Вильямса и Мэтью Симмельсбергера Поэтому почему бы и нет, раз вам интересно, то, собственно, про этот бой мы сегодня и поговорим В первую очередь я хочу сказать, ребятки, спасибо всем, кто активничает, всем, кто ставит лайки, всем, кто отписывается, комментирует Вы просто капитальные красавчики Ну, я напоминаю, что, как и всегда, разбор всех остальных боев, которых на ютубе не будет Также разбор всех боев турнира ПФЛ, вот, например, на этой неделе будет На следующей неделе там ПФЛ, Беллатора, в общем, много всего интересного Разбор всего этого будет в нашем бойцовском клубе диванных аналитиков В описании, в закрепленном комментарии будет ссылочка Также, ребятки, я призываю, да, не ставить по подкасту Здесь лишь определенные мои мысли, мое мнение, некоторая аналитика, да, если это можно так назвать Информация, вы это все можете послушать и составить свое мнение Но, если вам нужны конкретные рекомендации по ставкам, такая опция тоже имеется в описании И в закрепленном комментарии прогнозы от ММА Бетс Собственно, давайте разбираться с предстоящим боем Итак, у нас тут полусредний вес, а именно 77 килограмм Велтер-Вейт, 170 фунтов, называйте как хотите Мэтью Симмельсбергер против Хаоса Вильямса Бой на бумаге довольно-таки интересный, так как здесь противостоять друг другу будут два ударника Поэтому бой может быть даже зрелищным, да Вот, собственно, что касается Мэтью Симмельсбергера У него все прекрасно в UFC, две победы подряд Карлтона минуса или минуса Он выиграл единогласным решением По-моему, там пару раз потряс его в нокдаун отправлял И в крайнем бою нокаутировал за 16 секунд Джейсона Вита Вот, все у него хорошо В целом, мы уже разговаривали, да, с вами про этого бойца Я лишь напомню вкратце, что до UFC я просмотрел довольно много его боев И внимательно, если взять его и любительский послужной список и профессиональный То именно все поражения до UFC у него были исключительно в борьбе То есть, либо его там сабали, либо забивали его Вот, то есть борьба такая не его самая сильная сторона Но вроде как он развивается, подтягивает этот аспект Ну, в UFC вы сами могли видеть, что того же Карлтона минуса он там где-то переводил Сам удерживал, да, бил там в партере сверху Вот, но в целом, проблемы с партером, я думаю, что у него скорее всего остались Хоть и вроде как защиту он, наверное, немножечко подтягивает, да В 2019 году вот у него был бой на Catch Fury Fight Championship, да С Зулкарняном, если я правильно читаю, да Камчебековым Вот с плитом он тогда выиграл Проблема в чем? Проблема в том, что Камчебеков его переводил как раз-таки в партер и контролировал А вот Камчебеков, он, ну, он физически не является сильным спортсменом Он такой высокий, худой довольно Но, тем не менее, проходы у него периодически получались Да, от многих там Семисбергер защищался, но периодически все равно пропускал Пропускал, его контролировали, да, в партере Но в стойке он, конечно, смотрелся лучше, помощнее И с плитом отдали победу ему Что я хочу заметить по бою с Карлтоном Майнусом Тут была проблемка в том, что Семисбергер, он набросал довольно много ударов Да, вы можете по статистике посмотреть И увидите, что Семисбергер, ну, он очень много бьет Он очень просто по количеству накидывает много Но проблема в том, что с этим соперником работать можно Ему можно реально накидать много ударов Это абсолютно не уровень ничего Это крайне слабый боец Я уже много раз это говорил Карлтон Майнус, да, которому просто, я не знаю Очень удачно сложили звезды, что он попал в UFC Боец уровня, ну, условно, там, а-ля Скрифси Где он, кстати, и выступал раньше Вот, соответственно, с таким можно работать Такому можно накидывать там и 100, и 200 ударов Сколько угодно И вот что интересно Очень простой момент Карлтон Майнус там сам по Семисбергеру попадал И попадал довольно-таки много Те удары, которые, по идее, и пропускать Семисбергер не должен был Еще в самом начале, в начале боя, в первом раунде Вот Семисбергер, он вообще любит переть вперед Он любит давить, да, наступать И вот во время одного из таких наступлений Очень так неплохо Карлтон Майнус его сконтрил Прям тяжело попал И даже рассек ему лицо, сделал сечку, да Ну, ладно, первые два раунда Семисбергер перестрелял соперника Окей, начинается третий раунд Проходит несколько минут, да Показывают статистику там в лаве И оказывается, что минус-то уже впереди по ударам И почему это происходит? Да потому что видно визуально, что Семисбергер в третьем Он вообще прям устал конкретно Он уже так с трудом, да, передвигается Руки опущены, бьет мало И просто вот это вот Вот это пародия на бойца, да Карлтон Майнус И это, я уже сто раз, да, говорил Это не в плане неуважения к нему как к человеку Он может быть хороший человек И я желаю ему всего хорошего как человек, но как боец Это просто невероятно вообще слабый, да Вот, и соответственно Семисбергер начал от него очень много пропускать Проигрывать по ударам в третьем раунде И что он сделал? Он пошел в борьбу Это было правильное решение Он перевел там пару раз, да, поконтролировал Побил сверху Соответственно забрал все раунды таким образом И в общем-то уверенно выиграл бой Но здесь вот такие два момента, да Что он пропускал от очень слабого бойца И пропускал довольно тяжело и жестко И соответственно очень сильно устал в третьем раунде Так что ему бороться пришлось Чтобы не быть перестрелянным, да, в этом раунде Вот, ну примерно вот так вот Вроде форма у него хорошая, да Судя по инстаграму Готов вроде как хорошо И соответственно в любом случае Это очень опасный ударник Повторюсь и физически весьма силен Силен, да То же самое я могу сказать про Хаоса Вильямса Это очень физически сильный, развитый боец Крайне опасный ударник Тренируется в Джексон Винкс ММА И соответственно в UFC у него сейчас 2-1 Он залетел просто по красоте Марону вырубил за 27 секунд А ладно, Марона, да Его можно потрясти, его можно вырубить Это далеко не там Не с гранитной челюстью боец Но следующий бой Абдул Расак Аль-Хасан Боец, которого, если я верно помню Даже не потрясали, по-моему, ранее Он его просто выключает наглухо Аль-Хасан там уносили Его там очень долго оживляли Короче, жестко было, действительно И вот за 30 секунд всего лишь он его вырубил Очень красиво и четко, точно И, соответственно, ну такой некоторый хайп словил О нем начали говорить Естественно, вот эти видосы везде постились Как он нокаутирует, выносит соперников Но вот в крайнем бою он сошел с Мишелем Перерой И проиграл единогласным решением Но бой был очень близкий Опять же, я его еще раз пересмотрел Я тогда на тот момент, когда смотрел Перед решением, вот мне казалось, что Вильямс этот бой забрал Я его сейчас еще раз посмотрел И опять же, мне показалось, что Вильямс выглядел получше в этом бою Кстати, там тоже лайв-статистику Показывали в третьем раунде И было видно, что Хаус Вильямс Перестрелял в каждом раунде Мишеле Переру Причем в первом раунде перестрелял в два раза Во втором в полтора раза В третьем тоже перестрелил на несколько ударов Но там Перерой сделал, по-моему, два перевода И ладно, третий раунд он однозначно забрал Но вроде как первые два проиграл И по статистике, и мне так показалось визуально Но это не важно Главное, что бой был очень близкий Бой был довольно-таки плотный С хорошим соперником с Перерой Это очень интересный, да Это очень необычный ударник Очень нестандартный С ним тяжело работать И Вильямс с ним очень достойно смотрелся в стойке Очень много попадал Тоже хорошо контрил Вот, Вильямс, в принципе, как Контр-ударник он очень неплохой Но нападать, конечно, он тоже умеет Вот, и по борьбе трудно сказать У него неплохая защита от борьбы, на самом деле Но вот в третьем Перерой все-таки сумел его, да Перевести пару раз До этого в карьере Я особо и не беру его выступление Тут тоже оппозиция была очень слабая Где-то и он, кстати, сам боролся Где-то его переводили Тут трудно что-то сказать Но именно по выступлениям в UFC, да Два просто Жесточайших, тяжелейших нокауток Очень красивых И очень близкий и спорный По решению бой с Майклом С Мишелем, да, Перерой Соответственно, ребятки Если мы посмотрим на коэффициенты, да То мы увидим, что На данный момент У нас здесь Мэтью Семельсбергер Идет андердогом за 2,35 Хаус Вильямс идет за 1,64 И я скажу откровенно, да Что изначально На первый взгляд, да Когда я увидел вот эту пару И, ну, просто так поверхностно посмотрел И подумал Я подумал, что, ну, наверное Можно здесь притопить за андердога У Семельсбергера, наверное, есть здесь шансы Потому что, по сути, ну, тоже ударник Тоже там с плохой оппозицией Тоже, по сути, без партера, да Но, опять же Именно просмотрев бои Проанализировав Внимательно подумав, да Посмотрев, как работает Один и другой боец Мне все-таки кажется Что Хаус Вильямс На более высоком уровне И именно вот Их выступление в UFC Меня наводит на мысль Что здесь кэфы выставлены Совершенно правильно Потому что Какой бой Семельсбергер Показал просто С соперником Находящимся Ну, по своему уровню На дне, условно, да И Семельсбергер с ним Показал некоторые проблемы Да, и устал И напропускал И, соответственно Какой бой Показал Хаус Вильямс С хорошим соперником И с каким-то там Супертопом С чемпионом Ну, действительно С хорошим соперником Которым и является Мишель Перер И он показал близкий бой Он мог бы и выиграть этот бой Да, будь там другие судьи Соответственно Я считаю Что Хаус Вильямс Здесь выглядит предпочтительно И я считаю Что кэфы выставлены Совершенно по делу Он действительно является фаворитом Да, они здоровые парни Они очень тяжело бьют И вы сами понимаете В ММА может любой пропустить Здесь может и не бьющий боец Да, нокаутировать Бойца, у которого Вроде как крепкая челюсть Всякая бывает Безусловно Поэтому Симмельсбергера Списывать ни в коем случае не стоит Боец тоже, да Не возрастной Он развивается по идее Но я считаю Что в ударной технике Хаус Вильямс будет лучше Хоть и Симмельсбергер Если вы смотрите Посмотрите стату Да, статистику голую Сухую То он вроде как больше набрасывает Ну, как я уже сказал С тем соперником С которым можно больше набрасывать Я думаю, что Вильямс потехничнее Скорее всего Он будет перебивать Симмельсбергера И что немаловажно Скорее всего У Вильямса лучше кардио Он реально неплохо Смотрелся с Перейро По своему кардио Все три раунда Была хорошая Плотная работа И у Мэтью Симмельсбергера Мне кажется Наверное Будут какие-то шансы В борьбе Потому что Как мы видели В третьем раунде Когда его начинают Перебивать С Карлтоном Минусом Он пошел бороться И я думаю Что если Хаус Вильямс Будет его перебивать Симмельсбергер Пойдет бороться Он будет пытаться его бороться И вот тут я уже не знаю Будет у него получаться Или нет Вроде как От некоторых Тейкдаун У Фильямс Хорошо защищался От Перейры Но все-таки Два пропустил А Перейра По сути борцом Не является Не борцом Не каким-то супер джитсером Хотя у него есть Хорошая джитсу Но по сути Это ударник И именно ударка Это его максимально сильная сторона Но тем не менее Поэтому Наверное Какие-то шансы Симмельсбергера В борьбе есть Но в целом Повторюсь По выступлениям Которые они показали Я считаю Что совершенно верно Здесь фаворитом Выставили Хаусу Вильямса Ребятки Отпишите пожалуйста Что вы думаете По вашему мнению Кто выиграет И кто здесь является Действительно фаворитом На самом деле А не так Не то что думают Букмекеры Скажем Если ваше мнение Конечно отличается В целом Спасибо за внимание Спасибо за активность Если вам это понравилось То ставьте лайк Подписывайтесь на все наши ресурсы Конечно же На этот канал Конечно же на канал В телеграме Конечно же на паблик Вконтакте В общем ребятки Спасибо за внимание Всем пока